Все сейчас заговорили о трендах, начали распространять в интернете материалы, которые описывают графики, материалы для теста IELTS. Именно об этом поговорим в сегодняшнем видео. Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Бинетт. И мне бы хотелось сегодня ответить на такой достаточно простой вопрос. Является ли задание по написанию эссе в 2022 году заданием по описанию трендов или не является? Мы с вами уже сравнивали задание эссе 2022 и задание IELTS по графикам. Есть отдельное видео, которое называется IELTS или не IELTS. Я подробно рассказывала о том, что эти два задания абсолютно ничего общего между собой не имеют. И вообще непонятно, почему все говорят о том, что данное эссе – это повторение IELTS. И старательно собирают те материалы, которые нужны для того, чтобы выполнить описание графиков на этом международном тестировании. Вот картинка, которую я демонстрировала. Здесь у нас задание, в котором в IELTS написано, что вот, дорогие друзья, перед вами график. Ну, назовем его график. И в этом графике, значит, вы на него посмотрите и просуммируйте эту информацию, проанализируйте и напишите. В ЕГЭ 2022 года у нас совершенно другая формулировка. Нам говорят, что вы делаете проект, и вы собрали определенную информацию. И вот она в табличке. И, пожалуйста, вот прокомментируйте и также там еще порассуждайте на какие-то определенные темы по поводу каких-то определенных проблем. Ну, вообще ничего общего. Но сегодня мы хотим разобраться, является ли описанием трендов наше задание или описанием трендов является только задание IELTS. Для этого мы подчеркнем другие слова в этих двух заданиях. Во-первых, посмотрев на IELTS, мы видим, что там нужно какие-то величины описать, которые меняются в определенные периоды времени. Ну, в нашем задании с 2000 по 2006 год. В задании ЕГЭ сообщается, что у вас есть данные, которые вы собрали. Эти данные – это результаты вашего опроса. То есть вы подходите к человеку и говорите, вы какие книжки читаете? Человек отвечает, я читаю книжки какие-то. Подходите к второму, к третьему, четвертому. Ну, так я образно, конечно, выражаюсь. Это называется опрос. Вы собираете всю эту информацию, вы подсчитываете, сколько процентов читают приключенческие романы, сколько процентов читают любовные романы. И все это заносите в вашу табличку. Значит, вот даже глядя на это задание, совершенно очевидно, что в первом случае описывается процесс. Процесс изменения, процесс развития, процесс, который показан во времени. А во втором случае перед нами просто обычная статическая информация. И ни о каких трендах, ни о каких процессах здесь, в принципе, речи не идет. Посмотрим на графики. Вот график IELTS. Значит, здесь у нас три величины, три линии на графике. Они обозначают в процентах, сколько людей пенсионного возраста составляло население трех разных стран. То есть у нас три величины. И все это, естественно, показано с изменением во времени. Каким образом это процентное содержание изменяется от 1940 до 2040 года. То есть здесь уже о прогнозах идет речь. Вот это перед вами график. Есть две оси. Одна ось – это ось времени. Вторая ось. Ну вот в данном случае как раз это проценты. И даже не один, а здесь три линии как бы графические. Здесь показано изменение во времени. Здесь показано развитие во времени. Здесь все величины меняются во времени. Поэтому это и называется трендом. Теперь посмотрим на наш график. Ну, наверное, даже без моего объяснения понятно, что здесь статические величины нарисованы. Здесь можно табличку нарисовать с процентами. Можно найти диаграмму вот такую, как здесь нарисовано. И мы понимаем, что здесь вообще никак это все не зависит от времени. Нам просто говорят, что вот сейчас, в данное, в настоящее время люди там используют свои телефоны по такому-то назначению. Конечно, есть в русском языке, например, фраза «быть в тренде». Быть в тренде значит следовать моде. Значит следовать текущей моде. Ну, то есть, конечно, возможно, само слово «тренд» можно как-то прилепить и сказать, что вот она перед нами, здесь текущая мода. Но речь не идет об описании трендов. Речь не идет о том, что нам срочно необходимо собирать лексику, которая нужна для того, чтобы описать графики точно так же, как описываются графики Вайлдс. Поэтому я всем учителям предлагаю обратить на это внимание и предлагаю всем экспертам, которые выступают перед обширтной аудиторией своей, тоже обратить внимание на то, что речь не идет о графиках, речь не идет о трендах. Здесь перед нами статическая информация. Я слышала в выступлениях экспертов уже эти слова «тренды». Я видела слово «тренд» в одном из документов ФИПИ, но это было по поводу перспективной модели. Может быть, там какие-то тренды они пытались изобразить на графиках. Но на том, что сейчас мы имеем перед собой, никаких трендов нет. Не нужно начинать создавать этот массив советов, которыми будут пользоваться и в этом году, и все последующие поколения старшеклассников. С ошибок, это все ошибки. Нужно внимательнее читать задания. Не нужно верить каким-то там непонятным опусам, которые распространяются в интернете. Там иностранец написал отзыв о новом задании. Все почему-то начали ему рукоплескать. Хотя что же здесь профессионального, если человек, который взял текст на своем родном языке и нашел там ошибки. Для этого не нужно быть суперпрофессионалом. Что профессионального в том, что человек увидел просто график и решил, что перед нами задание эссе. Увидел просто слова решения проблемы и заявляет, что это все взято из айлс. Пожалуйста, вот вам, уважаемые русские учителя, многочисленные копии лексики для описания графиков. Копируйте, пользуйтесь и пишите. Абсолютное непонимание ни задания, ни происходящего. Но тем не менее, кто-то даже этот опус шедевром назвал. Ну, честное слово, это просто как бы даже грустно. Но единственное, с чем я бы могла, конечно, отчасти согласиться в этом опусе, это с тем, что такое сочинение достаточно сложно будет написать целостным. Да, не какими-то отрывочными, отдельными абзацами, не связанными между собой. Но где-то будет достаточно сложно эти абзацы соединять. Но почему это высказано в отрицательном ключе в качестве как бы обвинения составителем, что это было неправильно сделано, я не понимаю. Не вижу здесь, опять же, никакого профессионализма, потому что, напоминаю, это задание высокой сложности. Это задание могут на отлично написать только те, у кого высокий уровень знания английского языка, собственно говоря, так это задание составлялось. Ну, а последнее, о чем хочется сказать, лексика, которая действительно нужна в этих сочинениях, она присутствует в большом количестве, обсуждается, демонстрируется, как ее использовать и как ее не использовать. Вот, во-первых, в моем видеокурсе СЭ-2022 года «Системный подход» приглашаю всех на бесплатный вводный урок 19 сентября. Я хочу обратить ваше внимание на то, что все мои учебные материалы в этом году редактируются и корректируются специалистом-преподавателем из Великобритании Хелен Бюрджес, специалистом по подготовке к международным экзаменам. Я также начала работать над новым сборником, который, мне кажется, может быть очень полезным. Вот так будет выглядеть обложка этого сборника. Следующее видео будет посвящено также ошибкам, которые переносятся из эссе прошлых лет в эссе нового формата. А сейчас я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание. Обязательно пишите ваши отзывы, комментарии. Я буду на них отвечать. Всего доброго!